США к этому часу занимают третье место в мире по числу зараженных коронавирусом после Китая и Италии. Общее количество инфицированных COVID-19 в Штатах почти 55 тысяч человек. В одном только Нью-Йорке больны 15 тысяч жителей. О ситуации в стране в материале Асель Абдекалыковой. Соединенные Штаты Америки в ближайшее время могут стать новым очагом распространения коронавируса. Такой прогноз сделали специалисты Всемирной организации здравоохранения. В настоящее время в США фиксируются очень высокие темпы роста, количество заболевших. Общее число инфицированных там почти 55 тысяч. Жертв заболевания больше 700 человек. По мнению медиков, это связано с тем, что многие американцы игнорируют рекомендации властей об изоляции. Самая сложная ситуация в крупнейшем городе страны Нью-Йорке. О критическом положении накануне сообщил мэр мегаполиса Билл де Блазио. На сегодня общее число зараженных коронавирусом в Нью-Йорке больше 15 тысяч случаев. Цифры постоянно меняются. Не хотелось бы так говорить, но на сегодня мы являемся эпицентром заболевания во всей стране. 131 человек скончались от COVID-19. Я боюсь, что ситуация с заболеваемостью в мае может быть хуже, чем в предыдущие месяцы. В штате Калифорния коронавирус вызвал острую нехватку донорской крови. Люди боятся приходить в медицинские учреждения из-за риска заражения COVID-19. По словам медиков, имеющихся запасов хватит лишь на несколько дней. Сейчас американский Красный Крест активно призывает сдавать кровь местных жителей, разъясняя, что вирус не передается во время этой процедуры. Я в первый раз в жизни сдаю кровь. Считаю, что наш долг в этой ситуации – помочь, чем мы можем. Многие люди сейчас нуждаются в этой крови. Для кого-то это действительно жизненно необходимо. Чем еще я могу помочь? Я рада осознавать, что своей кровью могу помочь кому-то, спасти чью-то жизнь. Я очень в это верю. Между тем, Белый дом планирует снять введенные из-за коронавируса ограничения на работу частного сектора к 12 апреля. Ранее власти рекомендовали всем жителям на 15 дней избегать любых социальных контактов, работать из дома и выходить на улицу только по необходимости.